Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, что нам всем уже стала известна та новость, которую анонсировал президент Трамп на сегодняшнем брифинге о том, что церкви, мусульманские мечети, еврейские синагоги и буддистские храмы должны быть открыты, как в английском языке есть такое слово essential, то есть как необходимые, как важные институты, которые отвечают на требования религиозные, духовные требования людей. И я получаю достаточно много информации от братьев и сестер, которые мне посылают этот брифинг, это решение Трампа. И я понимаю всем нам, как можно скорее хочется увидеться в церкви, присутствовать на собрании. И я хочу сказать, что это наше общее желание, и мы понимаем, что чем дольше вот эта изоляция происходит, тем оно, конечно, более отрицательно сказывается на церкви. Поэтому я проконсультировался с несколькими пасторами о том, чтобы вот как нам быть, что нам делать. Мы, конечно, в первую очередь озабочены не тем, что там губернатор наш в реакцию на заявление Трампа заявил о том, что мы обязаны придерживаться того закона, который в нашем штате. Он уже сразу отреагировал. Кстати, завтра, по-моему, у него будет тоже брифинг, и мы услышим уже более конкретно то, что он будет говорить. Впрочем, нас не сильно губернатор волнует, нас волнует и вы, ваше здоровье. Поэтому мы хотим сделать все необходимое для того, чтобы никто не заболел от этого вируса. И чтобы тогда, когда мы вместе соберемся, в конечном итоге это была радость общая, которая могла продолжаться, а не омрачаться болезнью и, не дай бог, смертью кого-либо из членов нашей поместной общины. Поэтому вот такая ситуация. Мы в это воскресенье не будем открывать двери, то есть двери церкви будут все так же, так сказать, закрыты для общего посещения. Мы будем иметь служение онлайн. В понедельник мы соберемся пастырским советом и решим, как сделать так, чтобы была соблюдена необходимая социальная дистанция и соблюдены все санитарные нормы для того, чтобы, когда мы, я надеюсь, на хлебопреломление соберемся все вместе, мы имели радость общения, радость общения друг с другом. Поэтому благослови вас Господь, братья и сестры, молитесь, чтобы как можно быстрее мы могли собираться вместе, как можно быстрее эта зараза ушла. И молитесь о том, чтобы Бог дал нам мудрости, как правильно поступать, с одной стороны быть послушным закону, а с другой стороны не сильно быть обремененными все этими человеческими установлениями, но заботясь о ваших душах, о вашем духовном благополучии. Молитесь, и я надеюсь, что мы скоро увидимся. Благослови всех вас Господь, всего доброго, до свидания.